Обратный адрес. Я Владимир Абаринов. Это седьмой эпизод шестого сезона моего подкаста, в котором мои собеседники и я рассказываем истории людей двойной культуры, российской и американской, и о перекличках двух культур. Эти люди и созданные ими ценности – наше общее достояние. В декабре 1963 года в Москве открылась выставка американской графики, и на нее приехал Норман Рокуэлл – знаменитый, всенародно любимый в Америке и совершенно неизвестный в Советском Союзе. Долгое время эта поездка считалась вымыслом, но теперь почти доказано, что он действительно приезжал. Впрочем, начнем мы, конечно, сначала. Слово искусствоведу из Бостона ради Ландарь. Норман Ферсиваль Рокуэлл прожил большую жизнь. В 84 году, можно посчитать, родился в Нью-Йорке, на Манхэттене в 1894 году, а не стало его в тех краях, где я сейчас обитаю, то есть в Новой Англии, в Массачусетсе. В 1978 году он умирает в городе Стокбриджи, в котором он прожил последние свои 25 лет, и в котором, благодаря своей третьей супруге, был создан еще при его жизни замечательный, горячо любимый, полагаю, не только, соответственно, мной, музей, персональный музей, вот в доме, в котором жил художник. Дед его был английским художником, то есть были связи в семье, были люди, которые умели рисовать, и вместе с любимыми авторами, Чарльзом Диккенсом и Марком Твеном, дед прививал ему любовь к деталям, к наглядным историям и к тому, что рисунок должен был быть сделан, пускай он будет делаться долго, но чтобы он был сделан максимально нехалтурно, хорошо, подробно, подготовленным. Очень часто во многих биографиях пишут или автобиографиях о том, что я всю жизнь, я все детство мечтал стать художником. Так вот, про Нормана Роквелла невозможно сказать, что он мечтал стать художником, потому что мы уже понимаем, что он с семи лет был художником и хорошим художником. Вундеркиндом, может быть, даже. Можно добавить, что его предок переселился в Новый Свет из Англии в 16 веке. Норман был щуплым ребенком с плохой координацией и косолапием, поэтому на успехи в спорте ему рассчитывать не приходилось. Он не был лидером и, вероятно, подвергался буллингу в школе. Рисование стало его отдушиной. Потом ему было уже 18, он стал художественным издателем журнала Boy Scout of Boys Life. То есть, представляете, в 18 лет он не просто берет заказы или получает какие-то небольшие деньги, а он становится арт вот этим самым редактором. Проходит пару лет, и в 1922 году его рисунок стал впервые обложкой для вот этого знаменитого филадельфийского The Saturday Evening Post. И 47 лет он лидирует в этом журнале. 47 лет. Америка, он может быть через одного, но это очень большая часть Америки, ждет сначала каждую неделю, потом позднее каждые две недели. И вот в настоящее время этот журнал существует тоже уже без Нормана Рокова, конечно. По-моему, он шесть раз только в году выходит. Но когда Норман Рокова начинает, этот журнал, The Saturday Evening Post, выходит каждую неделю. И так был распланирован выпуск журнала, что каждую субботу со второй почты, то есть к вечеру, американцы, подписавшиеся, могли получить этот свой долгожданный The Saturday Evening Post. Ожидали не текстов даже, а тексты были прекрасные в этом издании. Был там и Марк Твен, был там и Джек Лондон. Киплинг очень хотел там печататься, несколько раз подавал, но не устраивал редакцию качества по каким-то причинам. И он переписывал Киплинг несколько раз свои сообщения, рассказы, статьи, чтобы они попали вот в этот самый журнал. Были изумительные авторы. И, несмотря на все вот это, уже через очень быстрое время американцы ожидают Saturday Evening Post исключительно, чтобы посмотреть, какую обложку для журнала сотворит их любимый художник. КОНЕЦ Давайте все же скажем о его учителях. Томас Фогорти, Джош Бриджман, Фрэнк Винсент Дюмонт – все это немалые имена. Фогорти – великий преподаватель, ученики которого добились гораздо большего, чем он сам. Хотя и он известен как великолепный иллюстратор Марка Твена и Конан Дойля. Бриджман – ученик Жан-Леоне Жерома и Гюставо Буланже. Под его руководством Роквелл изучал анатомию человеческого тела. Дюмонт – один из первых американских импрессионистов, тоже воспитавший тысячи учеников. Норман Роквелл получил классическое образование в американских художественных школах. И в середине 30-х годов он даже продолжил немножечко учебу в Париже, где испытал неизбежное влияние абстракционизма. Правда, впоследствии отказавшись от него очень быстро. И даже существует такая фраза замечательная, сказанная самим Норманом Роквеллом, что как хорошо, что я догадался, что все мои модернистские работы могут мною выполняться в духе разве что самых паршивых рисунков Анрии Матисса. Вот почему я такой умный, молодец и очень быстро покинул Европу, покинул модернизм. Он уже женился. У него была первая жена, модель, очень красивая, Ирен О'Коннор. Вот эта супруга Ирен и он прожили в браке 14 лет. Но таких разных натур, видимо, было очень сложно поискать. Ему бы сидеть в студии, дорисовать картины, как он привык во дни своей юности, когда действительно очень нескладный, очень высокий, метр восемьдесят, при весе 60 килограмм. В 1929 году во время семейного отдыха в Луисвилл-Лэндинг Ирен, первая жена, и Норман договорились взять летние каникулы по отдельности. Уже не знаю, это обычно никак не объясняется, никем никогда. Но Роквелл махнул с друзьями за океан, без жены. Опять-таки, снова еще океан, еще раз поездка. 29-й год, Европа, Испания, Австрия, Франция. При всей избитости маршрута, при всей его очевидной неоригинальности, нам не знаком человек, который бы часами не мусолил открытки с их видами. Значит, ах, Франция, ах, Испания, Австрия. И пить вино на террасах бревенчатых хижин, нам карабкаться вверх козьими тропами в Швейцарии, любоваться вершинами заснеженными. Ну, вы бы завидовали Роквеллу белой завистью? Если бы не одно «но». По возвращению домой Ирэн О'Коннор заявила Норману, что хочет развода. Мол, встретила другого мужчину. А это должен понять. Давай не устраивать Стэн. И в январе, 13 января 1930 года, брак Роквеллов прекратился. Норман собрал вещи и рванул в Калифорнию, в Лос-Анджелес, к старинному своему приятелю, карикатуристу, мистеру Клайду Форсайту. Клин, вышибается клином. Форсайд познакомил Роквелла с совершенно очаровательной особой. Учительницей математики Мэри Барстоу, юная, свежая, без закидонов, первой жены. И вот уже в 1930 году в прекрасном саду родителей Мэри Вальгамбри, это в Лос-Анджелесе, сыграли свадьбу. Ну, так сказать, очень хорошо, красивые фотографии сохранились. От этого брака и его жизни у Нормана Роквелла, надо мы подчеркнем это, всю его жизнь, было очень много денег, у него было всегда много собак, у него было всегда много заказов, у него было много путешествий. И даже если какая-то из жены умирала или уходила от него, а их было приждно, да, значит, то есть мы про одну так сказали, про другую, а третья уже с ним была до конца его жизни. Так вот, тем не менее, он очень быстро выходил из трагической ситуации. 30-е и 40-е годы – вершина популярности Роквелла. В 43-м году журнал «Тайм» назвал его, вероятно, самым любимым из ныне здравствующих американских художников. В 30-х он выходит на пик своей карьеры. Редакторы иллюстрированных журналов заваливают его предложениями. Контрактные обязательства неумолимо давят сроками. Миллионная читательская аудитория ждет ежедневного чуда. Ну, субботнего уж чуда точно. Представляете, какой-то стресс невероятный. Миллион человек ждет от тебя шедевра. Жуть. В 1932 году Норман Роквелл попросил Мэри, свою вторую жену, переехать с ним жить навсегда в Париж, потому что он не мог уже больше отвечать на запросы издательств, такой популярный, что он пользовался. Он выгорел. Смена обстановки придаст нам силы. В Париже будет все лучше, спокойнее. Меньше будут меня знать, но я вот так же буду рисовать. Все будет лучше, отличнее. Мэри немедленно согласилась. Она давно хотела путешествовать по Европе. И первым же пароходом Роквеллы едут в Европу. Кстати, их уже трое. Тот сверток в пеленках, их ненаглядный первенец. Впрочем, чужие дети растут быстро. И уже скоро первому старшему сыну из троих детей, Мэри и Нормана, Джарвису, а так звали дедушку Норман, то есть честь дедушки Назан, Джарвису Уорингу, Роквеллу, пять месяцев. Значит, в Париже правило бал абстракции. И здесь считалось искусством композиции, из трубы, кусков листового металла что-то создать, а липоватые существа с признаками дегадации физической объявлялись актуальным портретом эпохи. Анархия пестрых красок, наляпанная беспорядочно на холсте, взывала к каким-то духам первозданного хаоза. Ну, Роквелл был несколько ошеломлен. Он был готов к Европе импрессионизма, после импрессионизма по-прежнему. И только быстро сообразив, что заработка необходимому для содержания растущей семьи в Европе не предвидится с его установками, с его любовью к пунктуальной работе, к рассказу, анекдоты, истории, к реалистической живописи. И Норман решает возвращаться очень быстро. И уже осенью они возвращаются домой. А в Штатах депрессия, в Штатах сухой закон, в Штатах гангстеры безработные и безнадёга. Но это дом Нормана Роквелла. Здесь он свой. Художник засел в студии. Обратный адрес. Подкаст Владимира Абаринова о культурных перекрёстках России и Америки. Продолжим через полминуты. Привет, это Полина Галуева. И Виктор Кульганик. В подкасте наш сосед Галич. Я не уехал, меня заставили. Мы разбираемся, почему сейчас многие стали возвращаться к творчеству Галича. И как его жизнь и судьба перекликаются с реалиями наших дней. Уезжайте, уезжайте за таможни и облака. Слушайте нас с 20 октября по пятницам в 18.30. Обратный адрес. Секрет обаяния Нормана Роквелла. Во Второй мировой войне Роквелл участвовал своей кистью. Во-первых, он создал символический образ клепальщицы Рози, американской женщины, которая пошла трудиться на авиационный завод, чтобы помочь победе. Во-вторых, он написал цикл картин в качестве иллюстрации к знаменитой речи Франклина Рузвельта «Четыре свободы», в которой президент объяснял американцам, за что сражается Америка. За свободу слова, свободу вероисповедания, свободу от нужды и свободу от страха. Портрет клепальщицы Рози и цикл «Четыре свободы» сначала были опубликованы в сатаде именен пост, а затем поехали в качестве передвижной выставки по городам Америки, где одновременно была организована подписка на военный заем. Этот тур принес более 132 миллионов долларов. Кончилась война, Роквелл вернулся к своим обычным сюжетам. Но в его семье начались проблемы. Доброжелательные соседи, сельские фермы, вообще идиллия. Можно рисовать, расти детей. У Роквеллов уже трое. Джервис Уорринга, который станет художником, Томас Ротс, который станет писателем, и Питер Барнстоу совсем из другой области. И здесь Роквеллы были, в общем-то, счастливы. Все это продолжается бесконечным образом, пока не выясняется, что вторая жена, с которой он прожил довольно счастливую, в общем-то, жизнь, страдает алкоголизмом. Дорман Роквелл находит очень хорошего, с его точки зрения, врача из Германии, который переехал, эмигрировал в Америку, непосредственно в Новую Англию. Начинаются какие-то перезвоны, переписывания, чтобы лечить мэрия. Ну и потом в Вермонте случился пожар, ужасный, страшный пожар, при котором сгорела абсолютно вся студия и очень главные работы первоначального периода, поскольку все свои обложки Норман Роквелл всегда рисовал не как иллюстратор, а как живописец. Это были полотна, а потом по этим полотнам делалась уже им иллюстрация. Вот все базовые полотна, они сгорели. Но остались, конечно, обложки, остались вот нам его наследие в обложках и в изданиях других иных многих осталось. Он уезжает в это замечательное место, в Ост-Астагбридж. А из Стагбриджа так получается, что они живут довольно долго, 10 почти лет, но, к сожалению, все-таки она умирает. Умирает от сердечного приступа жена. А сам Норман Роквелл тоже, значит, начинает ходить активно все это время в Стагбридже к Эрику Хамбургеру Эриксону два раза в неделю, из года в год. Тут надо сказать, что Роквелл не из любопытства или от нечего делать стал посещать Эриксона. В 50-е годы его постиг глубокий творческий кризис. Он был связан с появлением новых форм искусства. Роквелл чувствовал себя устаревшим и не знал, что с этим делать. А Эрик Эриксон не просто рядовой психоаналитик, как их в Америке пруд-пруди. Это было светило психоанализа, которому наука обязана теорией стадий психосоциального развития и термином кризис идентичности. Вот этот самый кризис идентичности и переживал Роквелл. Эриксон пришел к выводу, что Роквелл нарисовал свое счастье, но не прожил его. Действительно, в своей автобиографии Роквелл пишет «Я всегда хотел, чтобы моя работа нравилась всем. Я никогда не мог быть удовлетворен только одобрением критиков или небольшой группы родственных душ. Так что я рисовал картины, которые, как я знал, все поймут и всем понравятся». Человек, рисовавший позитивные картинки, испытывал непонятную тревогу. Он заглушал в себе негативные эмоции. А Эриксон считал, что Роквелл должен осознать и использовать их в своей работе. Роквелл внял совету Эриксона. В 60-е годы он переходит к серьезным социальным темам. Кроме того, в эти годы он встречает учительницу английского языка и литературы Молли Пандерсон. «Она очень умная, она хорошо образованная, привлекательная для своих 62-х. Вот свадьба вот эта вот состоялась. А через два года, в 1963-м, сатудой имени пост, была опубликована последняя обложка Нормана Роквела, эпоха Санта-Клаусов и Индей к рождественскому столу. Возможно, бесповоротно подходила к концу. И следующие 10 лет художник уже рисовал для другого журнала, не менее известного, «Лук». Но это совсем уже другая история. В романе Набокова «Пнин» есть замечательное по сарказму упоминание Роквела. Речь идет о преподавателе то ли теории, то ли истории искусств. Он учил, что не существует на самом деле ни школы опарта, ни школы шлепарта, ни школы гопарта, ни школы писуарта, и что творение искусства, созданное при помощи веревочки, марок и левадской газеты с голубиным пометом, имеет в основе свой набор утомительных банальностей. И что нет ничего более пошлого и буржуазного, чем паранойя. Что Дали на самом деле брат-близнец Нормана Роквела, похищенный в младенческом возрасте цыганами. Рада, в чем секрет обаяния Нормана Роквела? Картины Нормана Роквела не надо было никому объяснять. Ты подходишь и все сразу понимаешь. И в этом презрение искусствоведов было, чтобы все понятно. Нет глубины вот такой, нет загадки, нет секретика. Даже если Норман Роквел изображал усталых от работы людей, мальчишку, сбежавшего из дома, или вот эту девочку с фингалом под глазом, Норман Роквел находил исключительно позитивные стороны. Да, ее будут ругать, да, у нее бланш под глазом, но как она здорово так вот поступила и настояла на своем. Играть стоила свеч, или меса стоила Парижа, как нам будет политкорректнее. Что бы ни изображал Норман Роквел, он всегда сморил на историю глазами неунывающего оптимиста и заряжал этим оптимизмом представителей среднего класса Америки. Вот Нормана Роквела исходила сюда эманация абсолютной авторитетности. У вас создавалось впечатление, создается, что его иллюстрации проникнуты правственным авторитетом. Когда вы смотрели его иллюстрации, вам начинало казаться, будто на карту поставлена не только судьба искусства, с большой буквы, но и сама возможность цивилизации в Америке. И весь этот пыл Роквел употреблял на обосновании неумолимого требования любви человека к человеку. Причина обаяния Нормана Роквела кроется в сочувствующем взгляде художника на человека, в его самые даже неблагоприятные моменты жизни. Что бы они ни делали, с каким фингалом ни сидели бы и в ссоре, и в ярости, и в слабости, и в печали, он их само собой любил. Притом, у Нормана Роквела хватало вкуса, такта и юмора не переходить черту на территорию ложного пафоса. Почти всегда ему удавалось сохранить фривольное, авторское отношение к своим персонажам. В 67-м году Роквел по заказу журнала «Лук» создает картину «Русские школьники» или «Русский класс» для номера, посвященного Советскому Союзу, точнее, 50-летию революции. Долгое время считалось, что Роквел никогда не был в СССР и написал ее по фотографии. Даже назывался источник фотографии «Журнал «Семья и школа». Но в 2013 году вышла биография Роквела, написанная Деброй Соломон. И в ней есть рассказ о поездке Роквела в Советский Союз. Советская страница биографии Нормана Роквела действительно покрыта туманом до сих пор. По той простой причине, что кроме биографии «Соломон» «Американское зеркало жизни и искусство» Нормана Роквела очень толстая, книжанция такая, мощная. Там довольно много. Вот у нее есть очень много на тему того, как два раза Норман Роквелл съездил на Рождество 1967 года, а потом и летом в июне, в июле что-то такое образа Смолли своей, то есть последней уже женой уже в возрасте съездил в Россию, в Советский Союз, прошу прощения, в Советский Союз. Если доверять Деборе Соломон, а мы не можем ей доверять или не доверять, мы не понимаем, как относиться к этому труду по ряду причин. Если доверять Деборе Соломон, то он действительно два раза был. И вроде он хотел даже рисовать Хрущева, не получилось портрет, не удалось встретить, не разрешили ему. Он встречался с супругой Ниной Хрущевой, она останавливалась только картин, даже какие-то замечания отпускала, хорошие такие, хвалебные вполне. Это было рождественское время. А потом, как нам свидетельствует Дебора Соломон, он приехал летом. Летом его встретил американский журналист, говоривший на русском языке, Кристофер Рен, который придумал устроить такой журнал, целый выпуск журнала, посвященный Советскому Союзу. Мне очень хочется согласиться с Дебором Соломон, что он поехал, что сделали фотографию. Он же делал фотографии в этом классе. И на него шикали администрация школы, конкретно известная, какая она была, 29-я, 39-я. Это все есть. Он попросил, чтобы в классе один смотрел на вбок мальчика куда-то там, как будто все смотрят в сторону учителя. Вместо учителя Норман Роквелл ставит бюст Ленина. Не смотрел строго со всеми остальными одноклассниками в сторону учителя Ленина или кого-то бюста этого. А как бы, задумавшись в окно, один занят своими мыслями. И Норман Роквелл даже есть где-то замечательное описание вот этой идеи того, что один мальчик смотрит в бок. Я сам таким был. Все слушают урок, а я один смотрю в окно и думаю, когда уже это закончится, и думаю о том, что я буду делать потом. Они очень были возмущены. Как это мальчик один будет не смотреть на Ленина уже, раз на то пошло. У нас все смотрят в одну сторону. У нас нет плохих учеников. Вы что хотите показать, что он такой вот тунеядец и не слушает, не участвует в учебном процессе? Это то, что нам рассказала Дебора Соломон. Проблема только в одном. Я Деборе Соломон бы вообще, в принципе, так не очень доверяла, поскольку весь ее труд очень тенденциозный. И она делает свою биографию большущую о Нормане Роквелле буквально нашпигованной всевозможными пикантными сообщениями о личной жизни Нормана Роквелла. Но ситуация советская, это советская история. Почему-то я в нее верю, что он был. Почему-то я верю, что он писал, безусловно, как обычно, используя как референс фотографический снимок, сделанный им же или его помощниками в классе. Это, безусловно, так и было. Но это не та фотография, которая где-то была помещена, а он ее скопировал. Но ее сценография это дело рук и таланта Нормана Роквелла. В 73-м году картину русские школьники похитили. Я, наверное, даже не буду говорить сейчас о вот этих всех хитросплетениях продаж, потому что они их очень хорошо на самом деле везде описаны максимально. И прямо очень подробно есть, как у кого люди отбивали деньги бесконечно отбивали деньги за эту несчастную прекрасную картину Нормана Роквелла «Русский класс» так называемый. Потому что тот, кто купил первым эту картину, в 1967 она была создана. По ней была сделана иллюстрация для лук, она стала всем известна. Сама картина была продана некому Джеку, тоже, значит, от Соломонов. Это Джек Соломон, небольшое, но относительно деньги, купил ее. Выставил ее через несколько лет в Миссури, где-то в какой-то галерее. И тут же украли ее эту картину. На 15 лет она пропала. И вдруг она появляется в 1988 году в Новом Орлеане галерее. И ее покупает за 70 тысяч некий человек. Потом через год у этого некого человека все имена известно покупает Спилбек, обожающий творчество Нормана Роквелла. Мы знаем его знаменитый фильм «Империя солнца». Вся эстетика этого фильма построена на одной фактически картине Нормана Роквелла, одной из четырех свобод 1943 года «Свободе от страха», где папа с мамой зашли в комнату к заснувшему сыну, мальчику, поправляют одеяло, в руках газеты папы с мамой. Видно, что они взволнованы событиями, которые в мире творятся. Опасная ситуация, но они укрывают этого мальчика. Мальчик сейчас свободен от страха. Он под защитой. Родители его охраняют. Как бы ни было интересно продолжать этот разговор, нам пора прощаться. Если мы будем говорить о нашем с вами времени, то жизнь вокруг Нормана Роквелла и по сию пору, конечно, кипит. В сувенирных магазинах, особенно в Старвидже, продают изумительный, как-то ни странно звучит, изысканный ширпотреф на тему его знаменитых, узнаваемых всеми образов. Лучше всего в музей приезжать в рождественские дни. Студия будет закрыта, зато можно будет купить новогодним праздником подарки в магазине при музее. Можно будет посмотреть на макет новоанглийского полустанка с игрушечным поездом, бегущим по крохотной железной дороге вокруг почтанта. А после посещения музея можно будет заглянуть на обед в старинную бергширскую гостиницу 18 века «Красный лев» «The Red Line Inn», находящийся на центральной улице Городка Старбридж-Мэн. Вам и на арфе там и сыграют, и на корме вкусной, и покажут, около какого точного окна сидел частенько за своим напитком и блокнотом великий художник Америки Норман Персевал Роквелл. Норман Роквелл и русские школьники. Это был седьмой эпизод шестого сезона подкаста Владимира Баринова «Обратный адрес». С нами была искусствовед Рада Ландарь. Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время. «Обратный адрес» «Мы разбили Гитлера, но «Но